Каждый рожден творцом по образу и подобию. Ощущение, что просто если этого не сделаешь, то ты будешь об этом думать и тебе будет очень плохо. Меценаты нужны для того, чтобы искусство просто не умерло. Через какие-то ничтожные 50-100 лет, когда нас уже не будет. Будьте преданы служению красоте. Культура – это совокупный продукт человечества в нематериальной сфере. Добро всегда побеждает в итоге. Ты тратишь на правильное дело. С другой стороны, это то, что делает мир красивее. Крысам не нужно изобразительное искусство. Но можно сказать даже, наверное, так громко, что мы действительно создаем летопись. Это волшебный-волшебный мир. Он не изменил меня. За мир я говорить не могу. Дай Бог им счастья всем. Меня зовут Песачинский Дмитрий Михайлович. Я фотограф, а проектом «Мир глазами художников» занимаюсь уже третий год. Проект начинался с фондом известного строителя, мецената Вячеслава Заренкова, который поддерживает художников. Очень приятно, что ты ходишь по мастерским, эту фамилию знают. И посещено на сегодня более 300 мастерских. Более точно сейчас не могу назвать. А размещено готовых репортажей где-то 260-270 художников. Про них узнали наши читатели. И около 20 видеофильмов снято. О существовании проекта я узнал из социальных сетей. А потом мне совершенно внезапно позвонил Дмитрий Песачинский. И предложил взять интервью и сделать репортаж. Чему я был очень удивлен, но и рад одновременно. И потом, когда он приехал, все это оказалось настолько интересно и приятно, что меня очень радует это сотрудничество. При том, что в проекте участвует очень много не только моих знакомых, но и незнакомых мне художников. Но, к сожалению, здесь, как и вообще в мире, очень многое зависит от личности. И вот с отходом от проекта Вячеслава Заренкова, проект был доверен другим людям, которые, к сожалению, хотя было обещано, что проект будет продолжаться, но этого не произошло. Мне стало очень обидно. И была пауза около года. Я думал, что с этим проектом делать. Но у меня тогда была работа, и мне было неинтересно. Проект закончился, и я обратился к петербургскому предпринимателю, руководителю производственной компании «Вибротехник» Дмитрию Кривелеву, который, в свою очередь, с удовольствием поддержал этот проект, и теперь он продолжается. Меня зовут Дмитрий Маркович Кривелев. Я директор и основатель компании «Вибротехник». Более 30 лет нашей компании. Мы занимаемся разработкой, изготовлением оборудований для дробления, измельчения, рассева различных материалов. Эти процессы называются пробоподготовкой. Предназначены для подготовки проб, материалов к различным физико-химическим исследованиям. Компания начиналась когда-то с нескольких человек и двух станков. Сейчас нас около 100. Мы находимся на Васильевском острове. Надеемся, что те темпы, которые мы в течение этих лет набрали, они не ослабнуты. Мы в течение еще нескольких лет будем прирастать в численности, в новом оборудовании, в возможности помогать благотворительных проектам. На сегодняшний день я с радостью узнаю, что проект продолжается и поддерживается новой петербургской компанией, новыми меценатами и продолжает жить. Репортажи можно увидеть сейчас в одном единственном месте, но очень, как мне кажется, перспективным. Это социальная сеть Facebook. Есть, конечно, и другие соцсети, но у меня вот у одного не хватает сил на все. Может быть, на вибротехнике найдутся какие-то люди, которые смогут это делать. Пока что в Facebook в поиске набирайте мир глазами художников. Это группа, и там все репортажи выкладываются сейчас три раза в неделю. О проекте «Мир глазами художников» я узнал от своего доброго знакомого Дмитрия Писачинского, с которым мы с удовольствием сотрудничаем уже несколько лет. Когда он предложил мне поучаствовать в этом проекте, сказав, что этот проект уже начинался и необходимо только его продолжить, я не смог отказать себе в удовольствии поучаствовать в этом благом деле во всех отношениях. А с гражданином Писачинским я не помню, как познакомился. Такое ощущение, что мы, как двовечных жида, уже всегда знакомы. И Дмитрий Писачинский, как главный идейный вдохновитель и главный фотограф этого проекта, он, конечно, в каком-то плане гениально умеет войти. То есть у него есть какие-то 40 минут, за которые он должен расположить к себе человека. Не просто человека, художника, который... Ну, большинство художников интроверты, что уж там говорить. Но за счет собственной харизмы, за счет искрометного чувства юмора он умеет найти подход. Прекрасно совершенно бывают люди, после общения с которыми вот хочется летать. Примерно так же у меня было после общения с Дмитрием Писачинским, моей мастерской, такое высказывание, такое состояние потока. Вот как в потоке, примерно. Это интересно, и время пролетает действительно очень быстро, и в легкой такой атмосфере успеваешь обсудить довольно сложные и глубокие вопросы в том числе. Тексты к постам пишу тоже я, потому что мы пробовали заказывать даже, когда вот работали с фондом, пробовали какие-то наукообразные такие искусствоведческие эссе. К сожалению, это не читают. А в постах я придерживаюсь двух принципов. Я не даю оценок, и я не провожу анализ. То есть ни анализа, ни оценок. Я просто даю фактическую информацию и немножко дурачусь. Вот Антипов сказал, что это чуть ли не литература, это обозвал. Но я так не считаю. Если получается живо, если это кому-то нравится, слава богу, и мне это нравится тоже. Если на нашей земле, на планете пропадут художники, пропадут музыканты, вообще искусство пропадет, то люди станут просто как животные, наверное. Не будут они интересоваться природой, искусством, не будут по сторонам смотреть, потому что художники, они своими работами заставляют человека задуматься, осмотреться вообще по сторонам. Если не будет художников, которые это все делают, то люди станут просто как, просто будут ходить на работу, делать свои дела и будут грустить. Для чего нужно изобразительное искусство, наверное, вам лучше ответят сами художники. В принципе, это неотъемлемая часть современной культуры. Определение культуры существует на сегодняшний день, наверное, несколько сотен. Они все разные, но все сходится на том, что культура – это совокупный продукт человечества в нематериальной сфере. Если бы все художники в один момент исчезли, и не только художники, может быть, просто люди искусства, случилось бы в самой великой трагедии, это было бы трагичнее, чем атомная бомба Хиросимы и Нагасаки. Это был бы просто то, что называется апокалипсис. Вот это бы и был бы апокалипсис. Если все художники, все люди искусства в один день пропадут, это будет катастрофа. Потому что без людей, которые видят, замечают и любят красоту этого мироздания, без них мир очень опустеет и станет очень грустно. Без художников этот мир невозможен. Но для меня нет. Невозможно. С одной стороны, вроде бы и не надо. Да? Есть такое мнение. То есть культура – это то, без чего можно прожить. Это не хлеб, это не транспорт, это не медицина, это не какие-то вещи, но жизненно необходимые. С другой стороны, это то, что делает мир красивее. Или красивее, кому как нравится. Изобразительное искусство для меня – это, наверное, в большей степени эмоции. В основном положительное, когда мне нравится вещь, и отрицательное. Но, опять же, это некое разочарование в себе, когда я понимаю, что это, наверное, хорошая работа. Я вижу это по реакции окружающих, но я не понимаю. Ну, то же самое у меня, кстати, с музыкой. Я не имею, к сожалению, ни художественного, ни музыкального образования. Они вынуждены ориентироваться на вот такое свое ощущение – нравится, не нравится. Я писал около одного дорогого кляжного поселка, пейзаж, стоял на этюдах. И мимо меня шел такой чрезпектабельный мужчина, такой очень хорошо одетый, такого вида очень солидного. Он подошел и очень долго стоял за моей спиной, пока я писал. И он сказал такую фразу, которая для меня потом стала своего рода девизом. Он сказал, говорит, я здесь хожу всю жизнь, но я не знал, что у нас так здесь красиво. Вы понимаете, вот эта роль художника. Художник открывает глаза, он подчеркивает то красивое, что есть в мире. В человеке, в предмете, в ситуации, в интерьере, в пейзаже. Он подчеркивает это. То есть он это выводит на такой уровень, что люди смотрят, и они этим любуются. Поэтому не будет художников, вот этого не будет. Люди не будут видеть этой красоты, как они видят ее сейчас, мне так кажется. Сделать мир чуть красивее – это уже задача. И задача неплохая, немаленькая уже сама по себе. С другой стороны, ну вот если так громко сказать, ну, наверное, воспитательная функция. Наверное, это то, что от нас останется, по большому счету, наши эмоции, наши воспоминания, положительный, отрицательный след в истории. Наверное, только искусство и сохраняет, по большому счету, история. Она пишется людьми и переписывается. Искусство, оно бессмертно. Ну, это, в принципе, так оно и есть. Потому что если бы ни живопись, ни скульптура, ни музыка, ни поэзия, ни литературные произведения, ну, осталось бы людям только делить между собой кусок мяса, я не знаю, кто что нашел, вот, и прихватите, чтобы не отняли. Я общаюсь с художниками, и людей, которые поддерживают какой-то ужас, который мы наблюдаем сейчас, среди художников почему-то гораздо меньше, чем среди водителей такси или незнакомых вам людей на остановках. Почему так, я не знаю. Но вот, наверное, это тоже цель. Такие же у них будут дети потом. Это будет все жить. Поэтому, я думаю, они должны быть постоянно появляться, новые, талантливые. Они и появляются, кстати. Я каждый раз удивляюсь, когда приходят новые ученики, студенты. Я удивляюсь, что рождаются бесконечно эти гениальные, талантливые, яркие личности. Это конца края, цветы каждую весну. Конца края этому нет. Дай бог им счастья всем. Работа художников, деятельных других видов искусства как раз и составляет этот мир через какие-то ничтожные 50-100 лет, когда нас уже не будет. А вот сегодняшнюю действительность, наверное, да. Но чем более оперативный отзыв это имеет у современников, как мне кажется, тем меньше это проживет потом в веках. Какие-то вечные вещи, они не столь злободневные, не столь острые, но вот они и остаются. И по ним потом и будут судить, каким был мир в наше время. Художники не только могут сделать мир лучше, они, наверное, обязаны сделать его лучше. А как они будут делать, это уже их проблемы. И когда мы начинали помогать действительно нуждающимся в финансовой и другой помощи детям-инвалидам, это было такое ощущение, что просто если этого не сделаешь, то ты будешь об этом думать, и тебе будет очень плохо. Такое чисто эгоистичное, честное движение. Когда мы познакомились с нашими первыми подопечными, я понял, что надо помогать, потому что очень-очень хочется. Потом были другие проекты, поисковый отряд, благотворительные организации, фонд «Подарись жизнь». Я бы сказал, что там это такое довольно эмоциональное решение было, ну плюс материальная возможность помочь. Меценаты для культуры и искусства нужны всегда. Всегда и везде, в любой стране, в любые времена. Искусство не может существовать само себе без поддержки влиятельных и богатых людей. Меценаты были важны и нужны во все времена, мне кажется. Как без них было выжить художником, я, наверное, не могу представить себе. Конечно, нужны. Кому-то больше везет в жизни, то есть он как бы, то, что он делает, это все покупается. Я вот, у меня сосед был такой, Славик, Ярослав Молодых. Вот, и у него два сапога таких стояла, кирзача, в мастерской. Я все не мог понять, что выбросил бы, тем более, что ходить в них невозможно. А там такие они, ну, армейские, но уже такие, видно, старые-старые. И он как-то мне, я его спросил, он говорит, это мои кормильцы. Говорит, когда деньги заканчиваются, пишу этих два сапога с натуры, там, небольшую картинку, выношу на Невский, 20 долларов тут же отдают, потому что они уходили как пирожки. Меценаты для того, чтобы не писать эти сапоги, вот, для того, чтобы прокормиться, а которые могли бы, ну, так скажем, дать какую-то свободу для творчества, то есть высвободить время для того, чтобы заниматься любимым делом. Для чего нужна поддержка самим меценатам, я бы спросил, наверное, у меценатов. В принципе, как мне кажется, это форма реализации. То есть любой человек, нормальный, со здоровой психикой, читавший когда-то в детстве правильные книжки, получает некое удовлетворение от того, что он делает правильно. Даже когда пионер переводит бабушку, по улице помогает, или какие-то простейшие варианты помощи, человек уже испытывает удовлетворение. Меценат – это человек с некими возможностями, социальными возможностями, организационными, материальными возможностями. Мне кажется, что им это тоже надо. Есть такое наблюдение, оно вроде бы забавное, но я неоднократно видел это у себя, и у других собеседников об этом говорили. Вот если отдать, ну, пусть не последнее, но многое из того, что имеешь, то тебе возвращается, не знаю, уже сторится или еще как-то, но я на самом деле почувствовал, что вот в течение тех нескольких кризисов, которые приезжала компания, и я, естественно, вместе с компанией, как собственник, когда я принимал решение о помощи в очень тяжелые времена, понимая, что ну кому-то гораздо хуже, чем мне, там, бизнесмену, и компании довольно успешной, пусть и небольшой, возвращалась, начинались продажи, появлялись какие-то новые люди, образовывались какие-то новые рынки и ниши, и, в общем, это имеет еще и такой вот финансовую отдачу, как ни странно, помимо морального удовлетворения и понимания, что ты еще делаешь хорошее дело, то лишний раз приятно в этом убеждаться, мы все-таки сомневаемся постоянно, хорошие ли мы люди, правильно ли мы живем, для чего мы живем. Благотворительная деятельность, она вот и на это направлена. Всегда это вознаграждается, всегда. Вы получите это какими-то невероятными талантливыми детьми, невероятными учениками, впечатлениями, какими-то совершенно невероятными событиями в своей жизни. Эта стойкость, она вознаграждается, поэтому будьте преданы служению красоте, будьте преданы творчеству. Это уникальная способность совершенно, то, что создание творить то, чего не было до вас, это божественная способность, которая дана людям, и от нее отказаться, ей не воспользоваться. Это просто, мне кажется, очень грустно прожить жизнь, не занимаясь творчеством. Поэтому проект «Поддержать художников» – это возможность еще раз убедиться в том, что те деньги, а мы говорим о деньгах, которые ты зарабатываешь, ты тратишь на правильное дело. В нашей профессии не просто нужны меценаты, они очень сильно нужны. Не многие художники имеют возможность полностью отдаться профессии, не просто профессии, а творчеству отдаться. Когда есть меценат, это всегда хорошо, это всегда есть какая-то возможность не думать о том, что будут завтра есть или сегодня твои дети, что ты как-то проживешь этот день, а больше времени посвятить именно творчеству. Хотя, наверное, можно было потратить их на хоспис, на фонд поддержки, но мне показалось, что в наше довольно тяжелое время художники несут вот эту ношу положительных эмоций, как бы ни было трудно, или фиксация отрицательных эмоций. Это нужно нам сейчас, это нам появится завтра в очень тяжелые времена. Ну а потом наши потомки будут смотреть на эти работы и делать вывод, кто мы вообще были, как мы себя вели в этой ситуации, о которой мы сейчас, в общем, можем говорить только в настоящем времени. Мне показалось, что это достойное вложение моего времени и небольших денег. Если эти деньги будут направлены на созидание, на добро, на развитие, на образование, это будет прекрасно. Пускай новое поколение растет, пускай это поколение видит альтернативу каким-то мировым тенденциям. Это очень хорошо. Я думаю, что обязательно нужны меценаты. И меценаты нужны просвещенные, меценаты нужны просветленные, духовные. Я бы таких приветствовал. Ой, меценаты нужны. Ой, вот для лохов, для тихих, застенчивых, абсолютно ненаглых художников меценаты обязательно. Вот кто такой меценат? Это меценат, который человек, который все понимает, как устроен этот мир. Художник, он ведь по природе своей лох. Он всю жизнь, главную часть жизни, он потратил на совершенно другие вещи. Не для того, чтобы социально утвердиться. А меценат ему говорит, Васенька, не переживай, не переживай, я тебе помогу. Поэтому меценаты, как водитель автобуса, садитесь и поехали. Причем эти меценаты должны плодиться, как грибы. Если государственный деятель далек от образования, ну, во-первых, грош цена такому руководству. Крышам не нужно изобразительное искусство. Крышам не нужно изобразительное искусство, но крысам нужно другое. При выборе героя в своих репортажах я руководствуюсь несколькими факторами. Прежде всего, это, конечно, кто-то, наверное, посильнее, кто-то послабее. Но хороший или плохой – это же очень относительные понятия. Для вас вот хороший, для меня плохой или наоборот. Если художник интересный, если то, что он делает, график, живописец, скульптор, керамисты, мольер, вот то, что делает он интересно, этот человек уже, наверное, стал бы героем моего репортажа. Вопрос о направлениях изобразительного искусства для меня очень тяжелый. Мне просто нравится хорошая живопись, мне нравится чеканка, мне нравятся иконы, витражи, скульптура есть очень интересная, классическая и современная, которая какие-то эмоции во мне вызывает. Я очень часто не могу объяснить, почему мне это нравится. Но когда оно нравится, мне, в общем, практически все равно, какая-то отрасль или вид искусства. Я не могу для себя это определить. Меценаты нужны, потому что искусство, конечно, оно не может выжить в большинстве случаев. И мы без меценатов у нас не было бы многих художников. То есть мы никогда бы не узнали бы без меценатства Ван Гога. Это неправильно будет сказано сейчас. Меценаты были нужны всегда. Если бы не меценаты, то в нашем музее, наверное, и десятой части они содержали бы того, что мы сейчас видим. Ну и да, конечно, все, за что берется государство, происходит как-то трансректально. Я это знаю по собственному опыту, когда к власти обращаешься даже с выгодным предложением, все равно ничего не добьешься. А художники, я уверен, что 99% до власти просто не доберутся. Что уж говорить о поддержке. Меценаты нужны для поддержки. Очень простой ответ. Меценаты вообще в искусстве, они всегда нужны. И они не только в искусстве нужны. Везде нужны меценаты. Потому что культура, она всегда нуждается в меценатстве и помощи. Не только со стороны частных лиц и организаций, но и со стороны государства. Да, конечно, нужны. Ну, конечно, нужны. Ну, когда молодежь рисует картины, извините, они, ну, покупателя потенциально нет. А если есть, то это, ну, какой-нибудь заказной портрет в лучшем случае. Ну, или там павлины на потолок, да, в загородном доме. Ну, пусть даже небольшой призовой фонд. Даже если без призового фонда, просто ради престижа. Потом еще делается выставка. И, конечно, это все совершенно необходимо. Или есть люди, желающие этим заняться. Люди, обеспеченные каким-то материальным ресурсом, которые могут. Такая форма поддержки. Вот смотрите, есть несколько форм поддержки. Вернее, может существовать несколько форм поддержки. Можно купить картину у художника. Можно организовать ему выставку. Можно напечатать буклет, да. Но это все очень дорого. И сделать хотя бы что-то из перечисленного каждому художнику не хватит никаких денег. Ни у кого, ни у какого мецената денег не хватит. Вот эта форма поддержки информационная, как мне кажется, это оптимальная по соотношению эффективности к стоимости. Можно образно сказать, что это как рыба и удочка. Можно человеку дать рыбу, и он будет сыт. А можно дать удочку, и человек будет сыт всегда. Если приложат какие-то минимальные усилия, эта рыбка поймает. То есть тут за относительно небольшие деньги узнают про многих художников. То есть в месяц там 12-14 художников. А в общей сложности четверть тысячи художников, ну, наверное, может так сказать, даже стали известны. Мне кажется, по отношению денег к эффективности, это оптимальный вариант. Да, были Щукины, были Морозовы, были Третьяковы. Этот процесс должен быть. Не было бы этих вот трех персон, чтобы какие были бы сейчас коллекции в наших музеях. Если будет упущено время, нынешнее время, да, во всем его многообразии, наше современное, это современное, это не только кубизм и вот это формальное искусство. Все, что нас окружает сегодня, это наше современное искусство. Вот это очень важно понимать. И то, что если появляются заинтересованные люди в этом, поддерживают это, это очень благородное дело. Я только приветствую это. Когда человек вкладывает в культуру, в поддержку искусства, и меценату тоже должно быть это выгодно. Я не знаю, сейчас у нас, по-моему, закон о культуре так и не принят, к сожалению. И вот это повисло в воздухе, эта идея. Если она будет, это будет здорово. Тогда могут появляться новые и новые меценаты. Ну, вообще, я очень далек от пафоса, от меня не дождешься, как и комплиментов. Но можно сказать, даже, наверное, так громко, что мы действительно создаем летопись. Создается некая база, я не уверен, что она самая большая, хотя по Петербургу уже может быть, но как минимум самая актуальная. Да, наверное, это и летопись современного изобразительного искусства, которая останется. Без сомнений, это очень приличный уровень у всех. Это разная стилистика. И интересно, что они все разные. Двух похожих художников, пожалуй, нет. Это удивительно, сколько уже я пересмотрел репортажей. И каждый раз это какое-то совершенно новое ощущение свежее. Может быть, поэтому я и занимаюсь этим проектом, что я понимаю, что завтра будет еще что-то новое, совершенно не похожее на то, что было. И, конечно, это запомнится в той или иной степени. Положительным результатом это смотря что называть. Мне даже в личку бывает пишут, опубликуешь и спрашивают, а где можно купить картину? Я объясняю, что я не торгую картинами, хотя говорят уже, что пора. Я даю контакты художников и к нему обращаюсь. Я знаю людей, которые совместную выставку сделали, познакомившись здесь. Я знаю, что обращаются к людям и просили заказной портрет именно у этого художника. То есть однозначно, да, результат есть. Меценаты нужны для того, чтобы искусство не умерло, чтобы художник не занимался вот этим думанием, что я буду есть или, скорее всего, что будет есть моя семья завтра, а занимался творчеством. Так вот, меценат должен помогать художнику жить. А для художника жизнь – это творчество. Значит, он должен помогать творить. Лично на меня в работу с художниками повлияло очень просто. Я стал больше интересоваться. Фотограф – это очень разнообразная работа. Я снимал многие вещи. Я снимал от бомжей до президентов. Я снимал разные стройки. Я снимал разные предприятия. Я снимал много сотен различных мероприятий. Но я не могу сказать, что… При том, что фотограф – это вообще очень интересная работа, я не могу сказать, что везде я получал моральное удовлетворение. Здесь я с удовольствием на работу иду. Для меня это хороший результат тоже. Про личные предпочтения вот не хочу говорить по простой причине. Не хочется кого-то выделять и, соответственно, обидеть остальных. Я не могу сказать, что мне кто-то сильно не понравился. Я стал более толерантен. Я стал, ну, если не понимать, то как минимум с уважением и с интересом относиться к вещам, которые мне непонятны. Мне непонятен ленинградский авангард тут был. И я не могу сказать, что он мне понятен до сих пор. Но мне это интересно. Поэтому, наверное, в какой-то степени интересны все. Потому что плохие художники, так тоже неправильно говорить, но неинтересные, отсеиваются уже на этапе выбора. И я к ним не хожу. Все посещенные мне интересны. Я так полагаю, что город Петербург создан как раз этими людьми. Я не умаляю значимость профессии строителей, массу профессий. Но, тем не менее, быть культурной столицей – это значит заточить в своих, так сказать, недрах города. Это не касту, а вот это вот сообщество, сообщество творческих людей. Художники, поэты, особенно архитекторы. Музыканты – это все город Петербург. Но эта работа требует фактически полной занятости. То есть здесь не получится раз в неделю кому-то сгонять. Основное, чем я сейчас занимаюсь, по сути, это полная занятость. И без денег это было бы невозможно. Кто еще помогает? Ну, конечно, назовем это информатор. Это красиво. То есть это люди, вкусу которого я могу доверять. Обычно это сами художники, это искусствовед. Я не буду называть фамилии специально, чтобы, во-первых, сохранить интригу. А во-вторых, ну, должна быть какая-то загадка. То есть люди, которые помогают мне выборить. Ну и помогают. Вот, например, мы ездили, продолжаем ездить. Сейчас с моим помощником Алексеем Вениаминовичем Гордеевым, которым много лет и дружим, и общаемся. Я его знаю большую часть жизни. И мы в свое время ездили по стройкам, мы ездили по аэродромам, мы летали там. А сейчас я говорю, что есть такой проект, но нету бюджета. Бюджет-то, вот скажем, на транспорт, на водителя у меня не выделен. А он сказал, что мне художники сами по себе интересны. Я просто с тобой съезжу за компанией. Вернее, я даже спросил, можно ли мне съездить за компанией и посмотреть. Я говорю, ну, давай. И вот человек совершенно бескорыстно, ну, можно сказать, помогает мне. Про проект я узнал от Дмитрия. Он предложил мне поездить с ним. Вместе с ним мы посетили десятки художников. Так как я сам увлекаюсь живописью, мне тоже это было очень полезно. Надеюсь, проект будет продолжаться. И мы с ним еще не раз и не раз постречаемся с замечательными петербургскими художниками. В прошлом году я был на церемонии награждения премии «Золотой пеликан». Нас наградили за нашу многогранную деятельность благотворительную. Не знаю, насколько это заслужено. Но это общественный конкурс. Нас пригласили. Я с огромным удовольствием поучаствовал в этой церемонии. И там я познакомился с творчеством детей, которым на самом деле очень тяжело. Это хосписы, это детские дома, это учреждения различные для детей с отклонениями в развитии инвалидов. И очень много было представлено их рисунков. То есть я так понимаю, что это в значительной степени терапия, лечебные вещи. Но дети, несомненно, любят рисовать, хотят рисовать. И мне кажется, что вот таким интересным, может быть, несколько неожиданным развитием нашего проекта могло бы быть какое-то объединение усилий профессиональных художников, состоявшихся, интересных. И тех, кому хочется учиться рисовать, и для кого это хоть маленький, на какой-то кусочек счастья, они бывают очень больные. Вот если бы получилось каким-то образом помочь и той, и другой стороне, я не сомневаюсь, что и художникам было бы это очень приятно и важно. Это было бы здорово. Но я пока не очень представляю, как сделать это организационно. Организационные какие-то возможности со второй стороны. Не всегда это возможно. Иногда это больница, иногда это хоспис, иногда это детский дом. Но вот, пожалуй, так я вижу продолжение некое видоизменение нашего проекта в каком-то недалеком будущем. Говорят, что хочешь насмешить Бога, расскажи о планах. Планы не революционные, планы скорее эволюционные. То есть продолжать проект, продолжать в том же духе, но чуть-чуть лучше. То есть больше художников, лучший выбор, лучше снимать, лучше писать. Ну а вы лучше читайте. Всем участникам проекта, и в частности художникам, я пожелал бы банальной вещи оставаться здоровыми, сохранить свое «я», пытаться не реагировать злободневно на те неприятные вещи, которые нас окружают. А сейчас они просто над нами нависли. Все это временно. И нам нужно сохранить себя для того, чтобы в то время, которое станет более солнечным и радостным, оставаться доброжелательными, оставаться желанными для своих близких, создавать что-то хорошее, продолжать. Ну и не забывать о том, что были тяжелые времена, почему они произошли. Анализировать причины, попытаться сделать, чтобы то страшное черное, что было и может быть происходит, не повторилось, если нам это по силам. Участникам проекта и читателям тоже я хочу пожелать мира. Мира, ну каких-то вещей базовых, то есть здоровья, любви, удачи во всем и мирного неба над головой. Этого уже будет достаточно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok